МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Елена Сергеева. Главное сегодня. Рабочие поездки временно исполняющего обязанности главы Мордовии Владимир Волков посетил ряд важных объектов в нескольких районах республики. В Мордовию с рабочим визитом прибыл бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк. В республике у него намечен ряд мероприятий. Розаевский вокзал и прилегающие территории совсем скоро будут соответствовать высочайшим мировым стандартам. Ввод объекта запланирован на декабрь 2017 года. 11 игровых полян в Розаевском районе прошел третий межрегиональный гастрономический фестиваль Кургане-2017. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии в минувшую субботу посетил Краснослободский район. В рамках рабочего визита Владимир Волков провел несколько встреч с населением. Взял под личный контроль ряд проблемных вопросов, которые озвучили жители муниципалитета и посетил ряд важнейших для района объектов. Данил Поршуков и Евгений Фролкин отправились в поездку вместе с руководителем республики. Многие пациенты оставляли свои семьи, дома, уезжали в Саранск для того, чтобы лечиться. Многие добирались целыми днями до диализного центра, чтобы принять сеанс гемодиализа. Теперь эта проблема для Изаветы Гераськиной и всего Краснослободского района уйдет в прошлое. Осталось потерпеть еще несколько дней, пока новый диализный центр получит лицензию и пройдет проверку на СанПИН. Его двери откроют для всех нуждающихся. Пока это 25 республиканцев, столкнувшихся с почечными болезнями. Но в перспективе медучреждение сможет принять до 120 больных со всех западных районов республики. Он станет 45-м в России и уже вторым в Мордовии. Полностью построены на средства инвесторов, а это 240 миллионов рублей. Центр будет бесплатным для пациентов и республиканского бюджета. Все расходы покроет стандартный полис ОМС. Первый большой диализный центр был опущен в Саранске. Тогда это было тоже по самым современным технологиям. В 2009 году сейчас это еще современный центр, учитывая, что технологии изменяются. И дальше мы запускаем в Отяшеве диализный центр. Новый диализный центр расположен на территории районной больницы. Место, привычное для жителей муниципалитета. Помимо нескольких залов, непосредственно для гемодиализа, здесь есть комната отдыха и приема пищи, раздевалки. Процедура занимает по 4 часа и проводится 3 раза в неделю, поэтому все условия здесь, как дома. Современное компьютерное оборудование позволяет проводить гемодиафильтрацию в режиме онлайн. Жизненные показатели пациента отслеживают в реальном времени, собирают и анализируют. А все операции проходят быстрее и безопаснее обычного. По последним данным, такие технологии на 30% повышают выживаемость пациента. Для чего это все делается на самом деле? Огромное количество людей, каждый десятый человек в мире страдает заболеванием почек. К сожалению, заболевания почек протекают тяжело, и большинство из них приводит к такому состоянию, которое называется хроническая почечная недостаточность. Вопросы медицины наравне с образованием и другими социально важными сферами Владимир Волков снова поднимает в следующем пункте рабочего визита. На встречу с лидером республики в зал местного дворца культуры пришли многие активисты района. Те, у кого есть вопросы или пожелания. Я хочу вам сказать, что в прошлом году мы программу развития правительства всю, полностью составили по наказам избирателей. Мы когда проанализировали, что вы нам наказы какие дали, посмотрели, я с правительства, посмотрите, мы можем, наверное, сделать весь план работы правительства на год по наказам избирать. Так оно и получилось. В своем выступлении временно исполняющий обязанности главы республики отчитывается за минувший год. Заложили школу, закупили почти тысячу комплектов нового оборудования в больницу, а скоро займутся поликлиникой. В селищах по многочисленным просьбам местных жителей обустраивают новый детсад на 15 мест, строят новый мост через Мокшев и ремонтируют дороги только за минувший год 11 улиц. Дел много, а впереди еще больше отмечает Владимир Волков, ведь у людей накопились новые поручения руководству, которые тоже нужно исполнять. Я прошу вас выдавить или изыскать возможности в рамках федеральной или республиканской программы и провести реконструкцию нашего лагеря, он так необходим наших детям. То, что у нас в СССР есть, мы постоянно занимаемся этими вопросами, но то, что настало у нас время кардинально изменить отношение к детскому отдыху и в целом к условиям, которые существуют у нас, это правильно. Это правильно, вы поднимаете вопрос, и мы будем это делать. После встречи с населением Владимир Волков поздравил Краснослободск с 447 днем рождения. Выступать на малой родине, отметил временно исполняющий обязанности главы республики, особенно приятно. Я еще раз поздравляю вас с днем города. Желаю крепкого человеческого здоровья, счастья, мира, добра, с праздником Краснослободск! Владимир Волков успел посмотреть всего пару концертных номеров и снова отправился в путь. Дела не ждут. На месте старой школы, в которой учился и сам временно исполняющий обязанности главы республики, полным ходом идет строительство новой. Современное учебное заведение – это еще один наказ жителей района. Попробовать гранит науки на зуб здесь смогут до 450 человек. Открыть обещают в следующем году, чтобы 1 сентября в первый класс ребята отправились уже в новую школу. А пока первоклассники этого года вместе с Владимиром Волком оставили послание потомкам хронокапсулы в одной из стен будущей школы. В районе активно строят не только школу. В нескольких десятков километров от райцентра, вблизи села Слободские Дубровки, растут корпуса нового свиноводческого комплекса. 11 внушительных помещений, 6 330 продуктивных свиноматок и 120 тысяч свиней. И это предприятие в будущем даст региону до 18 тысяч тонн свежего мяса в год. Корпуса возводят по новым технологиям. Строительство выходит дешевле, но в то же время безопаснее с точки зрения экологии. Это полностью отвечает интересам республики, подчеркивает во время рабочего визита Владимир Волков. Сейчас Мордовия оставляет для собственных нужд около 40% сельскохозяйственной продукции, а 60% уходит на экспорт в другие регионы страны. В будущем власти намерены расширить производство так, что в республике хватало и 25%, а остальное уходило в том числе и на зарубежные рынки. При таких целях к качеству продукции нужно проявить самое большое внимание. Будем совершенствовать. Главное, что касается одной единственной, не должно ничего уменьшаться от качества. Вот что сохраняет качество, а уменьшает стоимость, все это мы, безусловно, будем делать и дальше. Решает свиноводческий комплекс и другие задачи для жителей ближайших сел – это постоянная работа и стабильная зарплата. На предприятии задействуют до 150 человек, а в будущем при грамотной политике руководства комплекса штат будет расширен, как и само производство. Данил Паршуков, Евгений Фролкин. Народные новости. Насыщенные выходные временно исполняющего обязанности главы Мордовии продолжились в воскресенье. Владимир Волков посетил с рабочей поездкой Большегнатовские и Чалковские районы. Лидер республики осмотрел предприятие, которое решает одну из наиболее важных задач на селе – создает рабочие места. Так, в Большегнатовском районе даст старт строительству большого тепличного комплекса, в котором будут выращивать огурцы. А в Чалковском возводится молочная ферма на тысячу голов крупнорогатого скота. Подробности о рабочей поездке Владимира Волкова в следующем репортаже. Основным работодателем в селе Вармазейка Большегнатовского района и не только стал фермер Владимир Кабаев. Он трудоустроил 48 человек. На собственном транспорте собирает работников с восьми населенных пунктов. Сегодня он содержит 600 голов крупнорогатого скота, в том числе 300 голов дойного стада. А начиналось все с пяти коров и строительства коровника на 42 скота места. Сейчас же Владимир Кабаев самостоятельно выращивает кормовые культуры для собственного хозяйства. В 2012 году он выиграл грант на строительство семейной фермы. Весомая поддержка, ощутимая. Если когда мы начинали, такой весомой поддержки не было. Сейчас нас фермеров, я от всех фермеров говорю, нас фермеров не обижают. И по гектарную поддержку получаем, и на надоенный литр молока. То есть нас не отделяют от крупных агрохолдингов. На встречу с Владимиром Волковым собралось практически все село. Просили за своего фермера. Говорили, он не только сам работает и дает работу другим, но и помогает местным жителям. Дорогу, например, провел. Молодежь рада. Все работают здесь. Работа есть. А раньше вот работы не было. Молодежь, мне куда идти надо было. Обидно было. Мы всю жизнь работали на трех работах. Спасибо. Сейчас мы, я думаю, что мы в проекте документации будем готовить 400 голов коров комплекс. Мы будем искать параллельно деньги. Сейчас это большие деньги. Комплексы, дороги, это 200 голов, то есть 400 голов коров, это 200 миллионов. Владимир Волков пообещал, что самый поздний комплекс начнут строить следующим летом. 257 новых рабочих мест даст Большегнатовскому району и современные теплицы. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии дал старт ее строительству. Здесь круглый год будут выращивать огурцы в невероятном количестве. Проектное мощное предприятие – 20 тысяч тонн продукции в год. В первую очередь тепличного комплекса площадью 11 гектаров будет запущена уже в следующем году. Руководитель предприятия пообещал Владимиру Волкову, что осенью 2018 года здесь будет сорван первый огурец. Вторую очередь строительства запустят в 2019 году. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы было рабочие места и в Большей Игнатове, и в районных центрах наших. Это для нас самое важное и самое главное. Это в настоящее время наша политика. Строительство начнется с подъездных путей. Все тонкости предстоящих работ обсудили на оперативном совещании. Планируется в сжатые сроки решить все подготовительные вопросы и в сентябре приступить к строительно-монтажным работам. Надо провести сюда линию электропередач. Кроме того, провести газоподводящие, есть недалеко газораспределительные станции, и провести газопровод для того, чтобы потом не мешать уже строительству основных, произведению основных работ. Тепличный комплекс в Большей Игнатовском районе вырастет практически на пустом месте и станет, пожалуй, самым крупным предприятием в районе. В Большом Игнатове Владимир Волков также выслушал просьбы и пожелания жителей района. Много вопросов касалось строительства дорог. В прошлом году в Большом Игнатове проведен ремонт дороги по улицам Советская и Гагарина. Отремонтирован подвесной мост в селе Киржемана. Владимир Волков говорит, что проблема не в отсутствии средств, а в нехватке рабочей силы. В приоритете дороги, возводимые к чемпионату мира. Но и про сельские никто не забывает. Все будет сделано со временем, так же, как и в других сферах сельской жизни. Так, например, в районные больницы ввели 10 коек круглосуточного содержания, купили автомобиль скорой медицинской помощи. За пять лет в районе построено три фельдшерско-акушерских пункта в селах Киржемана, Кучкаева и Горки. Отремонтированы почти все школы и детские сады района. В следующем году начнется строительство ФАПа в селе Андреевка, а затем в селе Протасово. В планах ремонт районного дома культуры. На следующий год мы будем делать вашу модернизацию, вашу оборудование. Это точно будет обращаться с нашим событием для вашего района. Успешным примером, где уверенно развивается сельское хозяйство и промышленность, Владимир Волков назвал и Чалковский район. Он стал следующим пунктом в рабочей поездке, временно исполняющего обязанности главы. Здесь, в селе Киргуды, строится одна из крупнейших в Мордовии молочных фирм на тысячу голов дойного стата. Ориентироваться здесь будут на беспривязное содержание. Как доложили руководителю республики, до конца года будет завершено строительство первой очереди. Стоимость проекта 750 миллионов рублей. Планируется создать 40 рабочих мест. С выходом комплекса на проектную мощность производства молока в Чалковском районе вырастет на 40% и достигнет 45 тысяч тонн в год. Еще один молочный продукт, который собираются производить в Чалках – сывороточные протеины, которые очень популярны у спортсменов. Они производятся на базе сыродельного комбината. Предприятие является единственным в стране изготовителем сывороточного белкового концентрата. Производство производится полностью из сыворотки подсырной. Вся сыворотка, которая производится на заводе, порядка 300 тонн, она будет здесь перерабатываться. Пока мы сейчас не полную мощность работаем, пока маленький рынок сбыта осваиваем и так далее. Рынок новый, неизвестный. А так мощность завода позволяет работать всю сыворотку в Чалках. Где-то 1600-1700 килограмм в сутки мы будем получать. Производство полностью автоматизировано, поэтому здесь работают всего 15 человек. Проектная мощность нового предприятия – 650 тонн сухого продукта в год. Владимир Волков его попробовал. Как рассказал руководитель предприятия Александр Киреев, протеин поставляется отечественным производителем спортивного питания, которые раньше закупали его за рубежом. Кроме того, Владимир Волков осмотрел новую роботизированную линию нарезки сыров. Обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития сыродельного комбината. В Ичалках Владимир Волков также пообщался с жителями и узнал об их проблемах. Он отметил, что во многом благодаря достижениям Ичалковцев Мордовия занимает лидирующее место по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения. Я вам точно могу сказать, что ни в одном регионе нет такой перерабатывающей промышленности сельскохозяйства. Ни в одной. Как в действии республики Мордовия. Как в действии республики Мордовия. Это не мои слова. Это слова министра сельского хозяйства Российской Федерации Скачёва. После его приезда в прошлом году он посмотрел у нас мясокомбинат Торбеевский и Чалковский Сарвич. Сарвич и сказал, что вы точно определили Краснодарский край. Он был губерантом Краснодарского края. Значит, как минимум лет на 10. Сельчане обратились к лидеру Мордовии с новыми просьбами, основная часть которых касалась дорожного строительства. Владимир Волков заверил, что знает обо всех проблемных участках. Так, в этом году будет отремонтирована наиболее разбитая часть автодороги Кемли-Кенди-Саитовка. А в ближайшие два года всю дорогу приведут в нормативное состояние. В планах также строительство водопроводных сетей в селе Рождественном. В Мордовию прибыл бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк. 21 августа состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии с дипломатом. Владимир Волков тепло приветствовал Сергея Кисляка на мордовской земле, который поделился с руководителем региона своими первыми впечатлениями от города и республики. Владимир Волков отметил, что в Мордовии считают большой честью принимать в гостях многолетнего представителя России на международной дипломатической арене. Напомним, что Сергей Кисляк зарегистрирован под номером 1 в списке кандидатов, которые будут представлять Мордовию в Совете Федерации по итогам предстоящих 10 сентября выборов главы республики. Ранее представляя Сергея Кисляка в качестве кандидата на должность сенатора от Мордовии, Владимир Волков отмечал, он настоящий патриот Родины, всю свою жизнь посвятил защите интересов государства и народа России. Сергей Иванович имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо жителей Мордовии. В этот же день Владимир Волков и Сергей Кисляк осмотрели основные объекты подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году. Строящийся стадион на 45 тысяч мест Мордовия-арена, жилой комплекс Тавла, новый образовательный центр в микрорайоне Юбилейной, гостиницы Шаратон и Меркури, реконструируемый аэропортовый комплекс. Также дипломату показали главные достопримечательности столицы Мордовии – кафедральный собор, площадь Тысячелетия, театры, лице для даренных детей и другие. Кроме того, Сергей Кисляк осмотрел производственные линии Саранс-кабель-оптика, где дипломату показали достижения мордовской кабельной промышленности, грозозащитный трос и волокно в дом. Во второй половине дня запланированы посещения и осмотр главного корпуса Мордовского государственного университета им. Николая Платоновича Огарева и встречи с общественностью, где Сергей Кисляк ответит на вопросы аудитории. В ближайшие дни дипломат планирует более детально ознакомиться с жизнью региона, его культурой, сельским хозяйством, промышленностью. Также 21 августа временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков провел встречу с руководителями предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, представителями высших учебных заведений и общественных организаций и банковских структур. Участие в ней принял также экс-посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк. В начале встречи Сергей Кисляк рассказал о современном состоянии отношений России и Соединенных Штатов Америки. По его словам, сейчас они самые сложные со времен окончания Холодной войны. Отношения с Россией стали очень быстро разменные моменты в их собственных внутренних разборах. Противостояние с президентом привело к тому, что Россию используют как символ всего того, что противостоит США, а потому, если ты к России относишься позитивно или хотя бы нормально, то это должно считаться антипатриотичным. По мнению Кисляка, период непростых отношений России и США сохранится надолго, но он все равно завершится и наши страны вернутся к нормальному диалогу. После вступительного слова дипломата ему начали задавать вопросы, поинтересовались и его впечатлением об увиденном в столице Мордовии. Сергей Кисляк зарегистрирован под первым номером в списке кандидатов, которые будут представлять Мордовию в Совете Федерации по итогам предстоящих выборов главы республики. По признанию дипломата, для него это серьезная работа и большая честь. Когда приехал сюда и едешь по улицам, которые абсолютно чистые, когда все дома приведены в достойное состояние, когда видишь, что люди живут в достойной среде, это вызывает огромное уважение. И я думаю, что если хоть как-то я бы мог быть полезным в республике для того, чтобы помочь развивать вот эту среду, быть не просто успешной частью России, но и помогать России продвигать собственные интересы во время, я бы считал это своим успехом. У Сергея Кисляка интересовались тем, как построена работа по налаживанию контактов с русскоязычными гражданами Америки. Спрашивали, почему золотовалютные резервы России хранятся за океаном. Будут ли американцы вмешиваться в выборы президента России, задавали другие вопросы. Например, об американских технологиях. Дипломат рассказал о развитии прикладной науки в США. По мнению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Владимира Волкова, внедрение американских технологий в экономику республики принесет хорошие плоды. Для вас передовой технологии. Потому что без передовой технологии мы пока еще будем чувствовать себя в развитии промышленности трудно. Трудно. И если мы не будем использовать ее, значит будем отставать. В завершении встречи руководители вузов Мордовии пригласили Сергея Кисляка прочитать лекции для студентов. Ребят ждет чрезвычайно увлекательный и познавательный рассказ человека, который всю жизнь защищал интересы нашей страны. Вячеслав Кузьменко, Александр Гурьянов. Народные новости. 11 игровых полян от читальни под открытым небом до выставок ярмарок. Море национального колорита и, разумеется, вкусностей. 19 августа в Рузаевском районе прошел третий межрегиональный гастрономический фестиваль «Кургане-2017». Полакомиться и повеселиться в лежу съехались как жители Мордовии, так и ее гости. Неудивительно, ведь «Кургане» входит в десятку самых популярных гастрономических фестивалей страны. «Кургане» значит «ватрушка». Точнее, макшанский открытый пирог с картофельной или творожной начинкой. Символом праздника одно из самых любимых мордовских блюд стало не случайно. Ничто не объединяет представителей разных наций лучше, чем застолье. Главная героиня праздника – круглая румяная ватрушка. Размер куда больше стандартного – целых полтора метра. Весит она 48 килограммов. Попробовали многие. Впрочем, сделать это было не так-то просто. Кусочек чуда можно купить за игровую валюту фестиваля – «Курганы». Гости с азартом зарабатывают заветные жетоны. Занятие по душе нашел каждый. Важная часть фестиваля – творческая программа. Поделиться богатым культурным наследием своего народа захотели многие. Под открытым небом 11 площадок. На одной из них разместились национальные подворья. На ярмарке трех спасов торгуют дарами лесов, садов, огородов и пасек. Юные посетители резвятся на аттракционах. Все желающие катаются верхом. Для любителей сувениров подготовлен большой выбор поделок, а также мастер-классы народных умельцев. Поводов для радости много. В этом году фестиваль «Курганя» совпал с днем рождения Розаевского района. Народные традиции всегда были живительным, родником мудрости и нравственного здоровья. А где мудрость, там мир и спокойствие. У сегодняшнего фестиваля есть еще одна очень отличительная особенность. В этот день отмечается День Розаевского района. И хозяева по своей традиции так гостеприимно принимают всех гостей, участников фестиваля. Давайте поздравим теплыми, громкими аплодисментами розаевцев, всех жителей с этим днем. Веселье продолжается до самого вечера. Финал фестивальной программы – этнодискотека. Гостям не хочется расходиться по домам. Уверенно заявляют, на «Кургане» они не в последний раз. 19 августа православные отметили «Яблочный спас». В селе Александровка Лямберского района он прошел по всем канонам. Про историю и традиции праздника расскажут Ирина Просолова и Алексей Буянкин. «Яблочный спас» – второе название важного церковного праздника «Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа». Его история интересна и знакома каждому верующему христианину. 19 августа вспоминаются события, произошедшие в Израиле много веков назад. Иисус Христос и три его ученика поднялись на гору Фавор. Согласно евангельской истории, во время молитвы вместе с учениками, Христос озарился неземным светом. Так Иисус Христос преобразился на глазах у Петра Иоанна Иоакова, открыв им свое предназначение. Традиции празднования «Яблочного спаса» также уходят корнями далеко в историю. Традиции проведения этого праздника восходят к IV веку. Конечно же, нужно, как любой христианский праздник, начинать его с молитвы и проводить его в храме с божественной литургии, потом уже в кругу семьи. Всего в августе празднуются три спаса – ореховый, медовый и яблочный. Последний считается самым важным и известным. Эти праздники совмещают в себе христианские и народные обычаи, которые за несколько веков переплелись и стали неотделимы друг от друга. Древние традиции почитаются и в наши дни. Яблоко – главный символ светлого православного праздника. Согласно поверьям, природа в этот день начинает активно готовиться к осени. Земля преображается, давая миру новые плоды. Яблоки, собранные в конце лета, несут в церковь, чтобы осветить, а затем приготовят из них вкусные постные угощения. Румяные пироги, сладкие фрукты, десерты и напитки – так выглядит богатый праздничный стол. Главная традиция спасов – окропление плодов с святой водой. Как говорят священнослужители, так выражается благодарность Богу за плодовитой земли. Через праздничные угощения освещается и весь будущий урожай. Праздник яблочного спаса вкусный и веселый. Администрации и настоятели храма села Александровки совместно с Центром поддержки защиты детства постарались сделать его запоминающимся. Спас объединяет и сплачивает всех гостей. Получается настоящее семейное торжество, которое сплочает не только семью, но и гостей данного селения, возможно даже любых других людей, которые приезжают на это мероприятие. На праздновании яблочного спаса звучит громкий детский смех. Ребята разных возрастов – главные гости. Водят хороводы, танцуют, участвуют в конкурсах. Таким образом родители приобщают своих детей к празднованию православных праздников. А с помощью насыщенной концертной программы и сказочных героев это получается гораздо интереснее. Сегодня очень большой праздник для нас, поэтому с утра уже пекли пироги, чтобы угощать именно наших детей сегодня, порадовать тоже. Дети – это наше будущее, поэтому мы для них стараемся. И все-таки надо показать детям уже с детства, что праздники не надо наши забывать, что именно они уже идут испокон веков, и чтобы наши дети об этом тоже не забывали. Об этом празднике я знаю то, что обычно, когда люди приходят на этот праздник, они обязательно должны принести гостиницу. Мне этот праздник очень нравится, и я каждый год люблю его встречать. Атмосфера любви ко всему живому присуща любому православному празднику. Они пробуждают в нашей душе искренность и доброту. Учить этому своих детей и подавать им положительный пример – значит менять окружающий нас мир к лучшему, делая его светлее и дружелюбнее. Ирина Прасолова, Алексей Буянкин, Народные новости, Лямберский район. Минувшие выходные пополнили печальную статистику дорожно-транспортных происшествий в республике. Девять аварий, в которых десять человек пострадали и двое погибли. Рассказывает Анастасия Целигина. Смертельное ДТП произошло в Мордовии 18 августа на шестом километре автодороги Саранск-Пензятка. Водитель 88-го года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-2120, совершил наезд на двух пешеходов. Мужчины двигались по проезжей части в попутном направлении на полосе движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход 76-го года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Мужчина 82-го года рождения с множеством различных травм госпитализирован. Водитель трезв, по данному факту проводится проверка. Еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Рузаевском районе республики вечером 19 августа. Неустановленный водитель, управляя предположительно автомашиной Ford Explorer, двигаясь со стороны города Саранск в направлении Рузаевки, сбил пешехода, мужчину 72-го года рождения, который находился на проезжей части автодороги. От полученных травм пешеход скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Приняты меры к розыску вышеуказанного транспортного средства. Сотрудники госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефону 24-6409 или 002. В Париже стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. 22 августа на ковер выйдет представитель мордовской школы Артем Сурков в весе до 66 килограммов. Предварительные и утешительные схватки в весе до 66 килограммов, а также в категории 59, 80 и 130 килограммов запланированы в первой половине дня. А финалы и поединки за бронзу пройдут в вечерней программе соревнований. Телеканал «Матч. Наш спорт» проведет прямую трансляцию поединков. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.